Мы себя в отношениях чувствуем иногда по-разному. Ваша задача нарисовать на листе бумаги вас и вашего партнера в виде кругов. Для прохождения этого теста вам нужен просто лист бумаги и ручка, либо фломастер. Итак, приступаем. Меня часто спрашивают, существуют ли достоверные тесты, которые могут определить, в каком состоянии находятся ваши отношения. Конечно же, такие тесты есть. И сегодня я представляю вашему вниманию простой и очень понятный тест, который я узнала, еще учаясь в университете. Просто берете и рисуете, не думая. Все, что первое пришло вам на ум, вот это вы и рисуете. Итак, два круга. Приступайте. Если вам нравятся разные тесты, я с удовольствием поделюсь с вами еще одним своим тестом, которое будет в описании к этому видео. Вы узнаете, сколько же активных лет жизни вам осталось и как их провести с умом и с наслаждением. И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодняшнее наше видео на тему отношения между мужчиной и женщиной. Меня часто спрашивают, существуют ли достоверные тесты, которые могут определить, в каком состоянии находятся ваши отношения. Да, конечно же, такие тесты есть. И сегодня я представляю вашему вниманию простой и очень понятный тест, который я узнала, еще учаясь в университете. Для прохождения этого теста вам нужен просто лист бумаги и ручка, либо фломастер. Итак, приступаем. В чем же суть теста? Ваша задача нарисовать на листе бумаги вас и вашего партнера в виде кругов. Просто берете и рисуете, не думая. Все, что первое пришло вам на ум, вот это вы и рисуете. Итак, два круга. Приступайте. Итак, варианты вашего ответа. Есть счастливые люди, которые рисуют вот так. Два круга, как будто обручальные кольца. О чем это говорит? Это говорит о том, что у них гармоничное отношение. Они вместе, у них есть зона перекрытия интересов, есть некая свобода. Они живут слаженно, гармонично. И это идеальная картинка отношений. Но могу вас уверить, что вы можете видеть свои отношения так, а ваш партнер, с которым вы живете уже долгие годы, может эти же самые отношения видеть совершенно иначе. Второй вариант развития отношений, второй вариант рисунка. Это когда вы рисуете круг, а второй круг рисуете на неком расстоянии. О чем это говорит? Это говорит о том, что у вас есть некая холодность в отношениях. Вы держите партнера на неком расстоянии. То есть вы не полностью доверяете своему партнеру. Возможно, вы даже находитесь на данный момент в конфликте, в состоянии отчуждения и непонимания друг друга. Это типичная ситуация, когда люди вообще в одиночестве. То есть, возможно, для вас где-то есть ваш партнер, но где-то очень далеко. Эти расстояния могут быть даже дальше, чем я первый раз нарисовала. Вот на таком расстоянии. И если вы держите своего супруга, своего мужа, либо своего друга на таком расстоянии, задайте себе вопрос, почему вы не доверяете? Почему вы отдалились? Или зачем вам вот это расстояние? Для чего оно вам? Почему вы не можете сблизиться, чтобы быть роднее и ближе друг к другу? Какая тут причина? Наверняка тут есть какая-то веская причина, либо вы ее себе просто нарисовали в уме. С этим нужно разбираться. Следующий, довольно-таки редко встречающийся момент, когда люди рисуют один круг внутри другого круга. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что один партнер удерживает другого. То есть якобы он создал ему такие счастливые условия, в котором ему хорошо. Но нет, как вы понимаете, чем сильнее мы стараемся удержать где-то кого-то в доме, в золотой клетке, вроде бы создав какие-то благоприятные условия, чем мы больше удерживаем, тем больше хочется из этого идеального круга нам вырваться. Поэтому самое главное условие, задайте себе вопрос, зачем вы удерживаете партнера, либо зачем вы позволяете себя удерживать внутри какого-то круга, внутри каких-то обязательств. Возможно, вы себя так решили обезопасить, либо вы не чувствуете в себе взрослость и решили дать ответственность за свою жизнь, отдали эту ответственность кому-то другому, кто сильнее вас. Либо другой вариант – это тот, кто вас удерживает, просто боится вас потерять. И еще один вариант ответов, которые бывают, это точка соприкосновения интересов. Имейте в виду, что некоторые пары сближаются на очень маленькое расстояние, дают друг другу лишь одну точку, в которой они испытывают совместимость, целостность, гармонию. А все остальное – время и пространство – они позволяют себе проводить отдельно, либо у них какие-то свои интересы. То есть это тоже пара, но у них зона перекрытия интересов очень-очень мала. Если сравнить вот с этим рисунком, где у нас есть более заметная зона перекрытия интересов, то в этом случае это лишь точка. Но это тоже замечательно, если хотя бы точка у вас в отношениях есть, где вам вместе интересно и комфортно. Что еще хочу сказать? Хорошо, когда фигуры на листе занимают очень большое пространство. Ну, допустим, мы чувствуем себя большими, значимыми фигурами, вот такими огромными. Это хорошо, это значит, у нас высокая самооценка. Но если мы с вами не используем полностью лист, допустим, лист у нас вот такой, а мы вот такими маленькими себя нарисовали где-то, да, то есть вот такие маляпусенькие два кружочка, которых вообще даже трудно разглядеть. Это говорит о том, что мы настолько себя чувствуем несовершенными, маленькими и какими-то незначительными в этом большом мире, что на самом деле не совсем правильно. Нужно поднимать в данном случае свою самооценку, чувствовать свою значимость и расширяться, увеличиваться, позволять себе большую площадь. Попробуйте нарисовать кружочки побольше и проанализировать, каково вам в большем состоянии, комфортно ли вам увеличиваться и увеличивать таким образом свое влияние, возможно, на массы. Еще есть вариант, когда один из партнеров рисует себя большим, а второго маленьким, то есть один намного больше, чем другой. Это о чем говорит? Это говорит о том, что либо вы себя очень чувствуете уверенными, сильными, а своего партнера незначительным и слабым, либо вы хотите опекать своего партнера, потому что он не такой значимый, как вы, не такой сильный, как вы. В любом случае, это неравенство. Если вы оба в этом неравенстве участвуете, значит вас так устраивает. Если вы любите проходить различные тесты, то специально для вас в описании к этому видео будет предложен еще один очень интересный тест. Проходите с удовольствием и пишите свои размышления на эту тему. Напишите в комментариях, какой вариант рисунка получился у вас и какой вариант рисунка получился у вашего партнера, потому что иногда бывает это совершенно два разных рисунка. Мы себя в отношениях чувствуем иногда по-разному. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья!